Тестовые испытания троллейбуса, который был приобретен в декабре в рамках муниципальной программы «Доступная среда», прошли во Владивостоке. О том, насколько машина готова к выходу на линию, выясняли специалисты администрации города и представители общественных организаций. В декабре прошлого года в ООО «Электрический транспорт» поступил уже третий троллейбус, оснащенный по последнему слову техники, которые отвечают требованиям программы «Доступная среда», оборудованный соответствующим пандусом, который позволяет людям с ограниченными возможностями передвигаться по городу беспрепятственно. Специалисты уверены, что этот троллейбус будет востребован не только инвалидами-колясочниками. Сегодня тестировали низкопольный троллейбус, который адаптирован для перевозки инвалидов-колясочников. Но я хочу отметить, что это не только потребность инвалидов-колясочников. В этом троллейбусе установлена система визуального оповещения наших пассажиров о том, какая остановка предстоит. И в рамках этой программы «Доступная среда» все эти закупки произведены в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда». Хочется отметить, что все мероприятия включаются в программу только по пожеланиям общественных организаций инвалидов. И учитывая тот момент, что транспортная доступность является для них наиболее актуальной, на сегодняшний день приобретен низкопольный троллейбус. И во все муниципальные транспорты приобретены системы визуального оповещения. Одним из тех, кто участвовал в тестировании нового троллейбуса, стал Артем Моисеенко, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Абсолютно без щели по помощи он смог въехать на коляске в салон троллейбуса. Также самостоятельно он покинул его. Я считаю, что троллейбус очень удобен, так как имеется опыт у меня и путешествия на подобном транспорте за границей. В частности, я был в Испании и с аэропорта ехал на подобно оборудованном автобусе. Мне было очень комфортно и здесь точно так же, то есть очень удобно. Главное, чтобы люди, которые, ну будем так говорить, пассажиры тоже как-то, ну были более внимательны и, соответственно, пропускали человека на коляске, были более бдительны, что ли, да, были более отзывчивы. Стоит отметить, что такой троллейбус обошелся в 11,5 миллионов рублей. Планируется, что на один из городских маршрутов новая машина выйдет уже в конце февраля. Евгений Апарин, Новости на Восьмом.